Здравствуйте, меня зовут Ирина и очень рада приветствовать вас на своем канале Second Club. Обязательно присоединяйтесь к нашему сообществу любителей находок Second Hand и экологичной моды. Сегодня будет выпуск полной магии и волшебства. Мы будем давать вторую жизнь находкам Second Hand, преображая их из невзрачной вещи в роскошный предмет своего гардероба. Только женщина может давать жизнь, вдыхать ее, наполнять энергией все пространство вокруг себя. Вы, конечно же, замечали, что от вашего легкого прикосновения цветы начинают расти, дом наполняется теплом и уютом, а обычный омлет на завтрак превращается в самую вкусную пищу в мире, только потому что приготовлен с любовью. Все, что женщина делает с любовью, это настоящая магия. И я хочу, чтобы каждая из вас сегодня ощутила в себе эту созидательную энергию. Нет ничего сильнее в мире, чем женское желание, но только если вы полностью осознаете свою природную силу. И даже самые повседневные бытовые дела, сделанные с любовью, это маленькое волшебство, потому что они дарят тепло и уют нашим близким. Всегда осознавайте свою женскую силу и применяйте ее в нужное русло. Сегодня я решила поделиться с вами секретом, как сделать из обычной вещи секонд-хенд настоящую конфетку. Мне очень хочется показать вам, что если идти в магазин с хорошим настроем и вдохновением, то вам обязательно попадутся стоящие находки. И мы с вами отправляемся в секонд-хенд на поиски клада и скидка сегодня 50%. Ну а во второй части мы с вами будем стирать, сушить, гладить, шить, в общем преображать. Покажу вам весь процесс целиком и полностью. Желаю вам приятного просмотра. И мы с вами отправляемся в магазин. Для тех, кто впервые на канале, это город Челябинск. Я люблю ходить с утра в районе 10 часов, но так как сегодня скидка 50%, то людей будет много даже в это время. Снимать в таких условиях сложно, проходы в магазине довольно узкие. Все с тележками и очень торопятся найти что-то стоящее. Но мне все-таки хочется показать вам, как все происходит в режиме реального времени. Особенно скептикам, которые думают, что меня в магазин приглашают индивидуально. И я хожу там в день завоза одна и беру, что хочу. Я регулярно встречаю своих подписчиц, которые видят, что я хожу в магазин, как все обычные люди. Начинаю я обычно с платьев, потому что летом это одна из самых дорогих категорий. И очень интересно, что все-таки долежало до такой большой скидки. Я не рассматриваю каждую вещь детально. Мне достаточно потрогать руками ткань и посмотреть расцветку. И уже если меня что-то заинтересовало, то начинаю рассматривать подробно. Как, например, это платье, сразу было понятно, что это 100% шелк, даже не глядя на бирку. А вот, кстати, и бирка, на которой написано 100% шелк. Обязательно берем его в примерочную. Посмотрите на этот принт. Он как будто перенесен на ткань с картины. Шелк восхитительного качества. На платье ни единого дефекта. Идеальное состояние. Это итальянский бренд среднего ценового сегмента, который специализируется на очень женственной одежде. И цена этого платья сегодня 200 рублей. Это платье по составу похоже на вискозу. Меня заинтересовала расцветка и актуальный крой. Берем его тоже в примерочную. Это платье оказалось мне велико. Придерживаю бретельки, чтобы показать его вам. Цена сегодня 300 рублей. Еще вот такое хлопковое платье-рубашка от H&M. В очень хорошем состоянии, белого цвета. Тоже возьму его на примерку. Отличный вариант для отпуска. Но так как лето уже подходит к концу, то оставила его в магазине. Хорошие сумки до таких скидок лежат крайне редко. В основном остаются с дефектами. Как например, эта кожаная сумка от бренда TOTS. Замочек и декор, на которые были с потертостями. Оценили ее в 1000 рублей, но сегодня она стоила бы 500 рублей. Все остальное, мало того, что в не очень хорошем состоянии, еще и кожзам. И мы с вами идем к блузкам. Попробуем найти что-то интересное и возможно даже шелковое. Конечно, основная масса вещей устаревших фасонов. В основном это полиэстер, хлопок и вискоза. Меня заинтересовала эта белая рубашка. На ощупь понятно, что в составе присутствует лен. Крой тоже какой-то необычный. В общем, надо обязательно брать в примерочную и смотреть уже там. На бирке написано 55% лен, 45% хлопок. Мои руки редко ошибаются. Это российский бренд Lime. Рубашка правильного кроя садится как оверсайз. И меня привлек разрез на спинке. Смотрится очень интересно. Ее цена 150 рублей. Еще одна блуза туника. Это уже из стопроцентного льна. В идеально новом состоянии. Мне кажется, нужно тоже взять ее в примерочную. В принципе, села на меня хорошо. Качество и состояние идеальное. Но мне не понравилось, как смотрится на мне этот принт. Цена сегодня 150 рублей. И, наконец-то, мои руки почувствовали что-то шелковое в этом многообразии вещей. Блуза черного цвета от бренда Madonna из стопроцентного шелка в идеальном состоянии. В комментариях мне иногда задают вопрос, как вы определяете шелк. Я его определяю только на ощупь. И уже потом смотрю бирку с составом. Потому что бывает такое, что указано стопроцентный шелк. А на самом деле это китайская подделка. И шелка там даже близко нет. Качество блузы отличное. Но фасон мне совсем не понравился. И, как вы знаете, я не люблю черный цвет. В определении шелка на ощупь я не ошибаюсь в 99% случаев. И даже если в составе ткани есть 5% шелка, то я обязательно это почувствую. Раскрою вам свой секрет. Все дело в коэффициенте трения. Более 5 лет я проработала дизайнером рекламы и упаковки специалистом по качеству печати в крупной компании. Так вот, моя задача была не только создавать дизайны, но еще и ездить на производство по всей России и контролировать качество печати упаковочного материала. И один из главных параметров качества это коэффициент трения пленки. Простыми словами, если она будет очень гладкая, то станки на производстве не смогут зафасовать в нее продукцию. И от этого зависит качество всей партии. Есть специальный прибор, который определяет коэффициент трения. Но даже если он показывает значение нормы, то на предприятии все равно могут быть проблемы. Потому что это зависит от оборудования. Ну а так как я хорошо знала свое производство и что ему нужно, то в договоре мы обязательно прописывали, что коэффициент трения мы измеряем не только прибором, но еще и моими руками. Соответствие цвета печати нашему дизайну я тоже определяла на глаз, потому что мое зрение не сравнится ни с каким спектрофотометром. Вследствие такой работы у меня очень развиты тактильные ощущения, и поэтому шок я определяю по трению ткани о поверхность моих пальцев. Если это описать словами, и многие со мной согласятся, то по ощущениям шок похож на прикосновение к паутине. Он всегда немножко цепляется к пальцам, даже если в ткани его минимальное количество. Обязательно развивайте свою тактильность, запоминайте эти ощущения, и тогда никакие бирки с составом вам не понадобятся. Тем более, что в секонд-хендах их постоянно срезают. Все приходит с опытом, и если вы постоянно будете тренировать свои тактильные ощущения, то спутать полиэстер с шелком будет просто невозможно. Для меня это своего рода развлечение при походе в секонд-хенд, и я каждый раз проверяю свои способности. И, конечно же, такой подход очень сильно экономит время, не придется каждую вещь рассматривать детально. Это как при посещении Эрмитажа. Если задерживаться у каждого экспоната хотя бы по одной минуте, то при ежедневном посещении музея по 8 или 10 часов вам понадобится примерно 11 лет для того, чтобы посмотреть все. Здесь, конечно, не 11 лет, но целый день уйдет точно. А между тем у нас еще одна шелковая находка с очень необычным принтом. Этот бренд мне неизвестен, но по бирке понятно, что эта вещь качественная, поэтому берем ее в примерочную. У меня никогда не было вещей со скелетами и черепами, но мне очень понравилось качество этого топа, и я придумала, как его обыграть. Его цена 125 рублей. Следующая находка хлопковая рубашка от бренда United Colors of Benetton. Приятная ткань, красивый цветочный принт, хорошее состояние и вполне актуальная модель. И еще немножко шелка, но здесь уже сразу понятно, что эта вещь винтажная. Такого качества шелка сейчас просто не бывает. И глядя на бирки, я понимаю, что оказалась права. Это вещь советского производства, но она очень хорошо сохранилась. Шелк без единого дефекта. Меня всегда привлекают необычные вещи с историей, очень люблю их рассматривать. Мне кажется, это прекрасно, что в наше время в секонд-хенде можно найти такие уникальные находки. От этой блузы прям-таки веет эпохой и временем. Погружаешься в другую атмосферу. Такие вещи сложно стилизовать, но это очень интересная задача. И я, пожалуй, попробую. Единственное, что мне не нравится в этой блузе, это пуговицы. Я бы их, конечно, заменила. Стоила она сегодня 125 рублей. Еще одна туника, в составе которой есть лен. Мне очень нравятся такие ткани в эко-стиле. Берем ее тоже в примерочную. Туника отличная, с красивой вышивкой, хороший отпускной вариант. По составу 55% льна, 45% хлопка. И стоила она сегодня 125 рублей. Летом я никогда не смотрю теплые вещи, но на этой неделе у нас похолодало до 16 градусов. И сразу появилось настроение посмотреть теплую одежду. Посмотрим, что же все-таки долежало до скидок, а вдруг попадется шерсть или даже кашемир. В основном это, конечно, хлопковые, вискозные и полиэстеровые кофты. Попалось несколько пуловеров одной фирмы, абсолютно новых, с бирками. Скорее всего, это сток из какого-то магазина. Стоили сегодня 250 рублей. На бирке указано, что это мужской пуловер, но мне кажется, он и на меня сел неплохо. Эти линии очень красиво вытягивают силуэт. Состав тоже хороший, модал, шерсть и вискоза. Оранжевая кофта от Биба, но состояние оставляет желать лучшего. Было много катышков. В принципе, их можно убрать легко и просто машинкой, но по составу это вискоза и полиэстер, а меня такие вещи не интересуют. Вот такая трикотажная черная плотная футболка, вполне актуальной модели, но скорее всего это полиэстер. Кофта интересного дизайна от бренда Марк Джейкобс. Дизайн у этой кофты, конечно, странный и очень устаревший. Примерила ее, чтобы показать вам. И вот такая красивого горчичного цвета от бренда Марилэнд. 100% мериносовая шерсть, но на ней были дефекты, вся спина была в дырочках. Очень порадовала эта находка джемпер пыльно-сиреневого цвета с интересным декором. По составу это 100% шерсть. Бренд называется Жежели Культр и это производитель швейцарских часов класса люкс. Мне не первый раз попадается одежда от этого бренда, логотип у нее точно такой же, как на часах. Ее цена 150 рублей. Ярко-розовый пуловер от бренда Марксен Спенсер стоил сегодня 150 рублей. Марксен Спенсер очень любит указывать на бирках, что в составе есть шелк и кашемир, но на самом деле их там ничтожно мало. Например, в этом пуловере всего 7% шелка и 7% кашемира, хотя на ощупь он очень приятный. Помимо этого 35% полиамида. Цена 150 рублей. Несмотря на то, что ассортимент теплых вещей был невелик, особенно на такой большой скидке, но находок у меня получилось очень даже много. Попался еще вот такой трикотажный топ, в составе которого 88% шелка. Топ мне оказался очень велик, но примерила, чтобы показать его вам. Это размер L. Его цена 125 рублей. И даже удалось собрать комплект двойку от бренда Тайфун, правда не моего размера, но все равно возьму его в примерочную. Как вы знаете, трикотажные двойки сейчас очень актуальны, и я уже давно ищу для себя что-то подобное. Бирка с составом срезана, но по ощущениям здесь присутствует шелк и вискоза. Цена каждой вещи 150 рублей. Еще одна крутая находка – ярко-розовое трикотажное платье от бренда Патриция Пеппе, и у него просто роскошный состав. 55% шелка и 45% кашемира. Так как снизу есть резинка, то можно просто подогнуть и носить как джемпер. Или как платье, но крой у него немного странный. Ткань этого изделия очень нежная и приятная к телу. Стоило оно сегодня всего 150 рублей. Позже я обнаружила на этом платье дефект, небольшую дырочку, которую пытались зашить, но, видимо, безуспешно. Несмотря на это, решила его купить и попытаться устранить дефект. Патриция Пеппе – это известная итальянская марка модной женской и мужской одежды. Эта компания принадлежит супружеской паре Патриции Бамби и Клаудио Ореа, и основана она в 1993 году. Названа она в честь Патриции и к названию добавлено Пеппе, что в переводе с итальянского означает «перчик». Такая озвученная формулировка определила философию бренда «острота, своевременность и неординарность». Патриция Бамби стала дизайнером марки и уже на протяжении многих лет создает непохожие друг на друга коллекции и говорит, что вдохновение она черпает в повседневной жизни. Следующий джемпер вишневого цвета от бренда «Юникло» в идеальном состоянии, по составу это стопроцентная шерсть. Я не знаю, либо мне так сегодня везет, либо просто никого не интересовали теплые вещи. Но найти сразу столько изделий из шерсти, шелка, кашемира – это настоящая удача. Так этот яркий джемпер смотрится на мне, сел довольно свободно, качество на высоте. Его цена – 175 рублей. Я со своей тележкой просто отошла в сторону, чтобы показать находки вам. И вот как вы видите, на примерочной указано, что скидка сегодня 50%. Еще один джемпер от бренда «Пола». Бирка с составом была срезана, но скорее всего это хлопок. Этот джемпер в спортивном стиле, возможно даже мужской. Сел на меня неплохо, но это немножко не моя тема. Его цена сегодня 175 рублей. И мы перемещаемся к юбкам, это привлекло меня своим декором, люблю все необычное. Конечно, до скидки долежало уже очень немного, но все равно посмотрим. А вот это даже абсолютно новая, с биркой и стопроцентного шелка. Правда, кое-где отпали пайетки. Вот такая милая хлопковая юбочка, абсолютно новая, с биркой 20-го размера. Вот такая яркая розовая на пуговицах, вполне актуальная модель и состояние тоже хорошее. Указано, что произведено в Турции, по составу это вискоза и небольшой процент полиэстера. Мне эта юбка добавляет лишнего объема в нижней части, поэтому она остается в магазине. Стоила она 125 рублей. Хорошие брюки до больших скидок, как правило, не залеживаются. Сегодня мне попались вот такие ярко-желтые от бренда Massimo Dutti. Возьмем их в примерочную. Мне абсолютно не понравилось, как сели на меня эти брюки. И по тому состоянию, в каком находится сейчас ткань, можно сделать вывод, как она будет мяться в дальнейшем. По составу 66% льна и 32% вискозы. И еще вот такие белые от немецкого бренда Modelline. Состояние идеальное. Сели они на меня хорошо, посадка ровно по моей фигуре. Единственное, как всегда, длина нужно укорачивать. Ну и ткань не очень приятная к телу, бирки с составом не было, но чувствуется, что это плотный полиэстер. Поэтому я оставила эти брюки в магазине, хотя цена была всего 125 рублей. Мы с вами идем на кассу. Сегодня в этом магазине я для себя выбрала 7 вещей. Хотя можно было бы, конечно, и больше, но я себя стараюсь сдерживать. Эта покупка обошлась мне в 1075 рублей. Согласитесь, удачно сходила на скидки. Теперь нужно привести все вещи в порядок. И начну я с платья Патриция Пепе. Нужно аккуратно удалить старые нитки и незаметно зашить спущенную петлю. Главное подобрать нитки идеально в тон платья. И вот так это выглядит в готовом виде. А когда после стирки кашемир распушится, не будет видно совсем. Очень важно ухаживать правильно за изделиями из шерсти и кашемира. Потому что при стирке они могут сесть, либо напротив вытянуться. Давайте выясним, почему же шерсть имеет свойство садиться. Шерстяные волокна, как и наши волосы, покрыты ороговевшими чешуйками. И в горячей воде они раскрываются. При стирке и отжиме чешуйки сцепляются, подобно застежкам-липучкам. И размер вещи становится меньше. При стирке необходимо использовать только специализированные мягкие вещества, предназначенные для шерсти, шелка и кашемира. Я использую средство Ласка. Вода должна быть прохладная, потому что натуральная ткань не выносит резких температурных перепадов. Это приводит к деформации материала. Средство приятно пахнет и образует легкую пену. Механическое воздействие желательно сводить к минимуму, чтобы избежать усадки. Не трем, не выкручиваем и аккуратно полощем. Перед стиркой обязательно выворачиваем изделие наизнанку. Замачивать изделие из шерсти кашемира и шелка не рекомендуется. Чем быстрее вы постираете вещь и минимизируете контакт с водой, тем будет лучше. Кашемир, шерсть и шелк при стирке имеют свойство линять, поэтому каждую вещь нужно стирать отдельно. Это видно по окрашенной воде. Температура воды при полоскании не должна отличаться от той, в которой вы стирали вещь, чтобы она не деформировалась. Достаем из воды, аккуратно отжимаем и ни в коем случае не выкручиваем. Сушить изделие лучше на горизонтальной поверхности, подстелив махровое полотенце, которое очень хорошо впитывает влагу. Кашемир после стирки оставляет на руках волокна, не пугайтесь, это пройдет, когда он высохнет. Расстилая вещь на полотенце, обязательно придавайте ей нужную форму. Кашемир, шерсть и шелк нужно сушить вдали от источников тепла при комнатной температуре. И завершительный этап это отпаривание. Ставим отпариватель на режим шерсть и обрабатываем им всю поверхность. Кашемир и шерсть очень легко поддаются глажке, поэтому достаточно всего нескольких движений отпаривателем. И вот кашемировое платье готово, так оно стало выглядеть после преображения. Как вы помните, на этой блузе я очень хотела заменить пуговицы. Но нужно было подобрать такие, чтобы она не утратила свой винтажный вид. Мне захотелось сохранить этот налет времени. Эти пуговицы тоже винтажные и мне кажется, они гораздо лучше подходят к этой блузе. Правила стирки вещей из шелка практически ничем не отличаются от стирки шерсти и кашемира. Мы используем то же средство. Прохладную воду не трем, не выкручиваем, не вытягиваем, а аккуратно прополаскиваем и раскладываем на горизонтальной поверхности. Шелк тоже имеет свойство вытягиваться, если сушить его неправильно. Уже просохшую вещь обрабатываем отпаривателем в режиме шерсть и шелк. Эта ткань плотная, хорошего качества, поэтому ее не пришлось долго гладить. Вот так эта блуза стала выглядеть после преображения. Вписать винтажные вещи в повседневный гардероб так, чтобы они выглядели стильно и не старомодно, это задача непростая. Не нужно составлять целиком ретро образ, используйте их дозированно. Обязательно сочетайте винтажные вещи с актуальными современными моделями. К этой блузе, например, отлично подошел Деним. И с точностью можно сказать, что такая блуза это единичный экземпляр. Такие вещи для особых случаев и для особого настроения. Они помогают нам выразить свою индивидуальность. Поэтому, если видите винтажную вещь в секонд-хенде, не проходите мимо, а присмотритесь к ней внимательно. Возможно, это как раз та самая изюминка, которой не хватало в вашем гардеробе. И следующая находка, которую мы приводим в порядок, белая рубашка от бренда Lime. У нее были немножко пожелтевшие швы, поэтому для стирки я буду использовать ласку и эффект восстановления цвета. Это средство отлично отстирывает белые вещи. Просто заливаем его в стиральную машину и готово. Режим стирки я выбираю супербыстрый, 30 минут и 30 градусов. Думаю, этого будет достаточно. И как мы видим, даже за 30 минут в прохладной воде средство сделала рубашку белоснежной. Отпариваю лен и хлопок я на максимальной температуре. Эта ткань довольно хорошо поддается разглаживанию. И отдельные детали рубашки я проглаживаю уже на горизонтальной поверхности. После преображения эта рубашка стала выглядеть как будто с полки магазина. Посмотрите на эту спинку. Я решила сочетать ее с шелковым топом, принтованным черепами, который тоже уже успела привести в порядок. Мне кажется, эти две вещи отлично подружились между собой. По тому же принципу я стираю и отпариваю джемпер от бренда Uniqlo. Меня часто спрашивают, как избавиться от запаха секонд-хенда. Для моих находок достаточно стирки с обычным средством, которое полностью удаляет все запахи. Возможно, в каких-то секонд-хендах обработка более жесткая, но я с такими вещами не сталкивалась. И вот так этот яркий джемпер выглядит после преображения. Ткань стала мягкая и приятная к телу. Ну и, конечно же, волшебный аромат. И разве кто-то, глядя на такие вещи, сможет подумать, что они куплены не в дорогом магазине пару дней назад? Только вы будете знать, что это результат ваших умелых рук и стараний. А еще вдвойне приятно осознавать, за какую цену вы приобрели эту вещь. У женщины всегда должна быть какая-то маленькая тайна и загадка. И пусть это будет только вашим секретом. И нам осталось привести в порядок последнюю находку. Роскошное шелковое платье от бренда Дина Чезари. Шелк, из которого выполнено это платье, плотный и не особо мнущийся. И вот так оно стало выглядеть после преображения. Кто бы мог подумать, что это роскошное платье куплено в секонд-хенде в день 50% скидки за 200 рублей. Это не просто вещи, это ваш стиль, красота и хорошее настроение. А хорошее оно еще потому, что можно выглядеть роскошно и тратить на все это сущие копейки. Ну а это видео подошло к концу. Надеюсь, вы вдохновились, поверили в удачу, зарядились позитивом и готовы к поискам новых кладов. Если вам понравилось, то ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых выпусках. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам удачных находок, позитива, творчества. И увидимся с вами в следующем выпуске.